Всем привет! С вами Александр Сольцев и это московские новости недели. Но в этот раз волею судеб я нахожусь не в Москве, я нахожусь в президентском дворце президента Республики Беларусь. Главной новостью недели на этих выходных в Москве, конечно, является то, что стоимость парковки с 15 числа повышается довольно сильно, но не везде, но на особо популярных улицах до 380 рублей в час. Более того, в воскресенье теперь парковка будет платной. Теперь окно, за которое можно оплатить парковку, будет не 15 минут, а 5. Так что будьте внимательны на улицах города с этих выходных. На этой неделе в Москве активно продолжает строиться метро. В частности, проходческий щит вышел от будущей метро Окская до будущей метро Стахановская. Напомню, что это розовая линия на юго-востоке города. Этот цвет выбрали в активном гражданине. Ну, она же Кожуховская линия. Ее особенностью заключается то, что щит этот совершенно огромный, то есть он в два раза больше, чем остальные проходческие щиты, потому что тоннель будет на два пути, вместо того, чтобы два параллельных рыть. Такое интересное было решение принято. И вот активно линия делается, и в следующем году ее уже откроют. На этой неделе логично приняли решение, что станция Нижняя Масловка теперь будет называться Савеловская, чтобы этой путаницы не было, особенно в пересадке. У вас, наверное, возник вопрос, а чего я, собственно, делаю в дворце Республики Беларусь. Но я уже здесь не первый раз, потому что периодически собирают таких, скажем так, по России представителей СМИ, экспертов. Я, в частности, сегодня буду спрашивать про урбанистику и про ГОСТы в создании парков и в создании пешеходных зон в Республике Беларусь. Потому что с этим, ну, как и в России, так и в Республике Беларусь обстоит все не очень однозначно. На этой же неделе всех взбудоражила новость о том, что один из депутатов Мосгордумы предложил, что, мол, мы заботимся о безопасности наших граждан, поэтому теперь в метро надо повысить штраф за напитки и, в частности, за кофе. Я думал, что все здесь ездят с кофе. Да, за кофе в метро был штраф 100 рублей. И я не знаю никаких прецедентов, когда этот штраф бы применялся, но депутат говорит, что, мол, это все слишком никого не останавливает, и а вдруг кто-то аж парится. У меня, честно говоря, единственный вопрос, когда депутат Мосгордумы в последний раз ездил на метро? На этой же неделе, к столетию Солженицына, в Москве открыли памятник писателю на одноименной улице, улице Солженицына, бывшей большой коммунистической улицы, вот если от Таганки отойти. Причем на это открытие привозили Путина, и все это торжественно происходило в такой атмосфере. Памятник такой простой, просто Солженицын стоит и смотрит на улицу. А в Южном Бутово тем временем открыли фасады новых домов. Ну, дома такие не совсем однозначные, строит эталон инвест, и такие, ну, обычные муравейники, но при этом даже Собянин их в Твиттере все пропиарил, мол, смотрите, как красиво сделали по картине японского художника Кацусики Хокусай, такую волну, идущую от одного дома к другому, и, мол, при въезде в Северное Бутово обязательно обратите внимание. Ну, если, конечно, тут доедете. И еще к новостям строительства. Напротив хамовников, а более того, напротив Новодевичьего монастыря, в первом Севернском проезде через реку буквально от Новодевичьего монастыря собираются строить, ну, совершенно что-то невероятное, 150-метровую башню. Так, для понимания, в Сити самое высокое здание 300 с чем-то метров, а здесь 150 метров, которые испортят просто вид Новодевичьего монастыря, при том, что это одно из трех мест, включенных в реестр ЮНЕСКО, наряду с Кремлем и храмом в Коломенском. И я, конечно, надеюсь, что здравый смысл возобладает, но что-то мне подсказывает, что, может быть, и нет. На этой неделе появились рендеры того, как, предполагается, будет выглядеть эскалаторная галерея на Воробьевых горах. То есть эскалаторная галерея, которая была сделана в советское время и в 80-х годах, в начале 80-х годов, вместе со станцией Воробьевы горы была закрыта, но в связи с тем, что там сложный грунт, там возможны оползни, и, в общем, там, видимо, какие-то пошли трещины и конструктивные нарушения обнаружились. Так вот, эту галерею собираются снова воссоздать. Вот так она предполагается, что будет выглядеть. И тогда непонятно, зачем делали канатную дорогу. Ну, получается, как такой туристический чисто аттракцион. И посмотрим заодно, как будет работать эскалаторная галерея, которая, в частности, например, нам красиво показывают в фильме «Подсолнухи», в таком советско-итальянском. На этой же неделе на Казанском вокзале выставили макет плацкарта, который будет обновлен российскими железными дорогами. Так что все можете посмотреть. Его уже, в принципе, показывали на выставке и в интернете полно фотографий. Но непосредственно внутри Казанского вокзала в фоем можно посмотреть вживую это все. И напоследок, куда пойти в выходные. У нас надвигается уже Новый год, Рождество, как католическое, так и православное. Поэтому по всей Москве начинаются ярмарки. В частности, в ЦДХ большая рождественская ярмарка, где можно купить сувениры. Будет ярмарка «Четыре сезона» на хлебозаводе, это рядом с «Флаконом». А потом ярмарка «Чай против кофе» на «Артплей». И удивительно, но зимой ярмарка «Москва-Дели» в одном из зданий на Арбате. Вся информация будет по ссылке внизу. Конечно же, приходите на наши экскурсии. В воскресенье, в частности, Александр Иванов ведет экскурсию по немецкой «Слободе». Такому аутентичному району за пределами центра. Так что не пропустите. Ну а с вами был Александр Усольцев. Я прощаюсь. И в этот раз совершенно из-за удивительного места веду вот эти новости. Ставьте лайк. Подписывайтесь на этот канал, если еще не сделали этого. И до новых встреч в следующей неделе.